Добрый день, пока на улице мерзко и дачливо. Сниму первую часть о своём новом приобретении. Как вы видите, это ИК-8217. Насадка пила к ручной сверлильной электрической машине ИЭ-1202А. Но она, я думаю, подходит к разным машинам. Вот. О, я тут даже не заметил. Оказывается, тут сбоку есть такая вот форма номер 22, ИК-8217, грузополучатель 1726, насадка пила ИК такая-то, артикул 50128Р, количество изделий в ящике 6 штук, масса брута 16,9 кг, мне-то 15 кг. Срок хранения 5 лет. АТ, полиар, заказ 972. Ну, то есть, когда полиар, это уже значит, что-то, наверное, 90-е какие-то. Так, что же у нас здесь находится. Купил за 300 рублей. Доллар, что-то там у нас, 70 тогда был. Ну, что попалось первое. Диск вот такой вот, пильный. Потом, судя по диску, он в каком-то масле не использовался. Диск новый. Пильный. Так. Как-то что-то не нравится мне плохо, сильно близко к камере. Но я думаю, догадаться несложно. Это защита на диск. Но, обратите внимание, здесь вот непонятно для меня пропил. То есть, если диск, не дай бог, разлетится, то он как раз вот через этот пропил отлично вылечит. Ничто ему не помешает. Но это, видимо, только чтобы пальцы не подсунуть. Это параллельный упор для пилы. Так, давайте, надо куда-то складывать. Дальше, что у нас. Здесь, в этой коробке, лежит не одна пила, а две. Я вот сейчас что-то уже как-то не уверен, что это так. Ключик. Тринадцать на двенадцать. Циркуль. Ну, как вот так, циркуль. Ещё один параллельный упор на гаечки. Ну, судя по состоянию, такое ощущение, что, ну, то ли вообще не пилили, то ли очень мало. Как вы видите, здесь у нас есть лобзик. Ага. Так, так, так. Сейчас. Вот, интересно, он сюда что? Интересно, тут всё это болтается. Может, возможно, пока что-то я не поглядел. Всё, оно разбитое, может. Может, так и надо. Так, лобзик, лобзик. Ага, вот, нашёл. Не хватает запчасти. Лобзиком вот тут, судя по опилкам, немножко пилили. И не хватает чего. Должна быть, либо она куда-то сюда, либо где-то она должна крепиться. Ну, чтобы закрепить этот циркуль. Ладно, подумаем. Вот, интересная штуковина. Не знаю, насколько полезная, насколько качественная. Так, ага. И вот, опять купил, не поглядел. Так, вот гайка. Гайка вот отсюда. Отсюда вставляется. Она навинчивается. Это, кстати, неплохой вариант на дрель. Я так понимаю, да, мелкая. И вот сюда вставляется, и она вращает. Не хватает этой держателя, по всей видимости. Мне так кажется. Ну, или надо поглядеть, может, он здесь такой, какой-то, под совсем тоненькую пилку. Дальше. Трубцина, которая позволяет закрепить в перевернутом состоянии лобзик и пилить. Так, бумажка. Тут какие-то рисунки орнамента для выпиливания. А, ну, кстати, интересно. А, нет, ну, это вот она такая. Вот какие-то такие. Стиль а-ля дюс. Ну, почему бы и нет, может, и пригодится. Ручка для дреля. Ну, не знаю, насколько полезная вещь, ну, пущий, как говорится. Ключик для патрона. Струбцина. Обратите внимание, какой металл. Это не алюминь. Это железо. Струбцина для крепления. Вот такой вот замечательной штуки. Пилы дисковой. Вот. Здесь вот сейчас стоит с такими вот зубьями. Для злого такого. Кровя. Что, ну, есть регулировка по градусам. К сожалению, вот это довольно, мне кажется, плоховасто сделано. Видите, здесь, если бы, ну, хотя бортик сюда обзагнули, оно бы было прибрало жесткости. Так оно получается. Думаю, хлипковато. Вот. Далее. Что еще плохо? Понятно, что церковь сюда не подходит, и он не для этого. А вот, вот этот вот упор, если бы куда-то сюда ставился, было бы удобнее. Ну, тоже не плохо. Иногда удобнее с таким. Вот. Ну, надо смазывать и чистить. О, кстати, обратите внимание, здесь есть какая полезная вещь, и есть расклиниватель. Это полезно. Вот. Что еще? Крепление такое же, как у мебель-мастера вот здесь. Работает. Ну, надо смазать, как крутится, но надо смазать. Так, тут что за металл? Так, тут алюминь. Надо глядеть еще. Так, это что у нас? Открутили. А, ну вот, регулировка глубины пропила. Здесь написано 30. Вот здесь, соответственно. Ну, значит. Ну, довольно ходит как-то сделан добротно вот этот, без люфтов. Вот. Что еще? Защита. Все как надо. Защита тоже очень хорошо сделана. Вот видите, здесь как бы, ну, не как бы, вот. Два вот таких, оно хорошо будет. Ну, когда здесь что-то, ну, как-то вот оно, чик, и вот оно убирается полностью, да. Насколько удобно, я не знаю. Так, давайте, наверное, сделаем как. Так, это видео сейчас я закончу, а потом сниму отдельное видео. В нем уже все это испытаем, потому что и получается сильно долго. Вот. Так, что значит у меня, в чем проблема сейчас? Держателя нет для этого, ну, для параллельного упора. Это, ладно, это фигня. Работать должно, посмотрим. Вот пилки, как он держит, непонятно немножко. И насколько он разбит, непонятно. Но это тоже фигня, потому что у меня еще есть такой один. Вернее, даже не один. Это отдельный рассказ про такие лобзики. Вот. Кстати, вот обратите внимание, кто видел такие лобзики, они обычно длиннее намного, чтобы не снимать патрон. Здесь оно как бы заточено под то, что патрон уже снят. Под пилу, под эту. И поэтому он меньше, ну, наверное, удобнее. Получается, ближе как-то. Вот так. Тут в основании есть... Ну, поглядеть надо, насколько он ровно будет пилить, непонятно. Так, что у нас еще? Такие вот. Вот, кстати, для пилы параллельный упор, если так. Какая-то... Хорош, что он два этих... Ну, если плотно затягиваться будет, то он очень неплох. Вот эта часть. Закрывать. Потом он, наверное, даже не снимая ту защиту, работает. Так, вот так. Не знаю, на мой взгляд, надо могли сделать как-нибудь уж это... Чтобы лишнюю струбцину не делать. Понятно, что хорошо, когда лишние. Эти же деньги. Ну, можно было стандартно сделать. Так, циркуль. О! На циркуль можно сделать переходничок, и он будет к фрезеру подходить, наверное. Надо подумать. Ну, вот этот. Так себе. Неплохой, нехороший. Что еще у нас? Кусок бумаги мы не будем уже класть. Гаечка. Рукоятка. Для дрели. Или еще для чего-то. Ну, рукоятка могла позже попасть, но нет, для них это случайно. Может так одна, я не знаю. Вот такое вот приобретение сделал на базарке. Скажу, киск. Ну, вот. Что у нас? Так, так, так. Линеечку надо взять, сейчас, секундочку. Чтобы показать. Так, диск примерно 12,5, 125. И посадочная 32. Где-то. Кстати, интересно, на болгарку, если такой зафигачить. Не разлетится. А, ну, у меня болгарка на 115. Не влезет. Вот. Ну, и посадочная там, болгарочная, конечно, поменьше. Ну, это можно... Ладно. Отдельные мысли это уже. Такие вот тела. Так что, всё. Благодарю за внимание. Всего доброго. Кому интересен какой-то такой инструмент старый, советский. Подписываемся. Ставим лайки. Как говорится, есть уже ещё кое-что купленное. Но там надо доработать, чтобы снять. Подремонтировать. И так далее. Всего доброго. Продолжение следует...